Кто боятся? Ураганы боятся? Пусть он нас боится. Так противоречиво прошедшей ночи отзываются крымчане. Минувшие сутки как для горожан, так и для крымских коммунальщиков выдались напряженными. Ураганный ветер, бушевавший всю ночь, внес коррективы в рабочие будни многих организаций и предприятий. В то время как хозяйствующие службы оперативно устраняли последствия урагана, взволнованные крымчане делились впечатлениями. Ой, ночью было очень плохо, девочки. Ночью мы с соседями общались очень активно, плотно, потому что, во-первых, ветер, дождь, а во-вторых, когда погас свет в полночь, стало совсем интересно. Уже, знаете, душа болит и два года еще только прошло, поэтому все еще достаточно свежо в памяти. Широкая кубанская душа не позволяет волноваться только за себя. Переживаниями за красавицу Ивушку, что росла перед окном и радовала на протяжении 15 лет, делятся жители дома по улице Коммунистической. Она всегда нас красовала. Радовала нас. Всегда мы идем и радуемся, смотрим на нее. Ну и что ж теперь? Уже старенькая. Ранним утром поломанные кустарники и деревья беспорядочно гонял по дорогам сильный ветер. Потому с самого рассвета коммунальные службы уже на ногах. Так ко времени, когда горожане направлялись на свои рабочие места, основные завалы были уже убраны. Много хлопот ночная стихия доставила и рабочим городских электросетей. Порывы проводов и, как следствие, отсутствие электроэнергии парализовали работу многих светофоров на улицах города. В домах местных жителей почти до обеда отсутствовал свет. Не было его и в районы поликлиники. Там всему виной старое дерево. В связи с сильным ветром упал тополь на электролинию передач. Потянул на себя опору, обломил опору. Сейчас опору убираем, грузим, демонтируем. Ну как бы все, в наших силах справляемся, как можем. Кратчайшие сроки подадим свет жителям и поликлиники. Так что не имейте волнения, все в порядке, все хорошо, все под контролем. Вместе с тем, отсутствие света на работу медицинского учреждения никак не повлияло, рассказывает заведующая специализированным отделением поликлиники Светлана Ивахненко. Работа поликлиники не нарушена. Прием врачей ведется во всех кабинетах. Регистратура, ищет карточки, выдает больным. Если нет возможности напечатать талон, мы все пишем от руки. То есть работа поликлиники совершенно не нарушена. Единственное, что мы не можем пользоваться лифтом и немножко больным трудно подниматься на этажи. Ураганный ветер, что устроил беспорядок в городе, был настолько сильным, что ломал не только деревья. Обрывал линии электропередач, обрывал всевозможные вывески и плакаты, ну и буквально с корнем выворачивал рекламные стеллы. Немного утихший, но продолжающийся в настоящее время ветер не перестает динамично подкидывать всю новую и новую работу коммунальным службам. У работников МФЦ не хватает ни рук, ни техники. И на помощь им пришли такие предприятия, как Горзеленстрой и Крымские коммунальные сети. Поэтому то там, то тут можно видеть, как идет уборка улиц и парков, ремонт проводов и электрических сетей. Юлия Алберова, Александр Трембачев, Олег Кедик, телерадиокомпания «Крымский экран».